Не так давно Мария Шарапова вернулась на корт после дисквалификации за допинг. Спортсменка не скрывает, что период отстранения от соревнований дался ей нелегко. Она привыкла быть успешной женщиной и одерживать победы как над соперниками, так и над жизненными обстоятельствами. Но в случае с таким ударом оказалась беспомощной, почувствовала себя маленьким человеком. Особенно тяжелые воспоминания связаны с первыми неделями после вынесения решения. Мария призналась, что заниматься чем-либо в это время было почти невозможно. Она не могла сосредоточиться на деле, мысленно возвращалась к случившемуся. Но постепенно Шарапова вернулась к активной жизни. За 15 месяцев дисквалификации она успела многое, путешествовала, прошла курс по бренд-менеджменту и руководству в Гарвардской бизнес-школе. Затем закончила несколько коротких интенсивных стажировок в лондонском рекламном агентстве. Единственное, что так и не удалось Марии найти любимого человека. Спортсменка рассказала, что встречалась с людьми разных национальностей, культур и профессий. Но ни один из них не смог покорить сердце блондинки. Она пояснила, что мужчины боятся ее. А ей хочется, чтобы избранник был, как она, сильной личностью, со своими интересами и индивидуальностью. Шарапова по праву считается одной из самых сексуальных девушек в мире. О ней мечтают миллионы мужчин. Перед спортивной блондинкой не смогли устоять многие известные личности. Депутат партии «Справедливая Россия» Антон Беляков, солист группы «Мырун-5» Адам Левин, баскетболист Саша Вуячич, болгарский спортсмен Григорь Димитров. Именно после отношений с последним Мария перестала афишировать личную жизнь. Правда, за время отстранения от соревнований Мария несколько пересмотрела позицию и решила подробно рассказать обо всем, что произошло с ней, в мемуарах. Эту информацию она подтвердила в недавнем интервью глинцевому журналу «Заэдот».